В далеком 1990 году перед самым распадом СССР, можно так сказать, банк СССР успел выпустить вот такую 5-рублевую монету, посвященную не только памятнику архитектуры, но и действующей библиотеке в Армении, который назывался Матинодоран, есть такое вот хранилище всевозможных историйных, в том числе манускриптов, есть такая библиотека, институт древних рукописей имени Месропа Маштоца, вот такое вот веревание есть, научно-исследовательский центр при правительстве Республики Армения, вот он является одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире и крупнейшим хранилищем древнеармянских рукописей, вот при институте действует открытый для посетителей музей. Так, чего ради мы её вдруг, эту монету вспомнили и достали? Дело в том, что сегодня у нас, то что касается Армении, день библиотекаря в Армении. Поскольку монета посвящена Армении, и вот как бы совпало так, что вот именно 7 октября вот такой праздник имеется и у них, у наших, так скажем, соседей и братьев. Начиная с 2004 года, 7 октября в Армении отмечается такой день, который был официально включён в перечень профессиональных праздников страны и благодаря решению правительства Республики Армения. Основной целью проведения мероприятий, посвящённых этому профессиональному празднику, является популяризация и восстановление интереса, в первую очередь, подрастающего поколения книги, как к особому источнику информации. Это не удивительно, так как развитие компьютерных технологий, электронных способов общения, хранения, передачи информации очень сильно пошатнули статус книги в глазах молодых людей, черпающих информацию, прежде всего, из интернета. К сожалению, мало кто из них заботит, мало кого достоверность того, что они находят в сети. И вот немногие понимают, что общение с книгой – это всё-таки особый ритуал, где нет места ничему лишнему, кроме читателя, сюжетной линии или важной информации. Безусловно, в наше время очень трудно вернуть книге то особое положение, которое она занимала хотя бы ещё буквально каких-то 20 лет назад. Но вот это касается только лишь книги в качестве источника духовного отдохновения или источника малозначимой информации, то есть книги и любителя. Значительная часть любителей чтения перешла к электронным носителям информации, другое дело студенты, учёные, специалисты узкой направленности, для которых посещение библиотеки и общение с первоисточником – это необходимость. И здесь библиотека и её работники по-прежнему стоят на страже хранения знаний и того, что вряд ли заинтересует простого обывателя. Сегодня библиотечные фонды подвергаются нововведениям, чтобы не отсосовать от времени и её требований. Создаются электронные каталоги, электронные копии книг. Вот в Армении день библиотекаря отмечается проведением различных мероприятий на базе библиотек, даже привлечь к ним внимание молодого поколения. Отменить эти работников, которые имеют особое значение в деле сохранения культурного наследия. Эти мероприятия преследуют своей целью и привлечению внимания властей к состоянию библиотек Армении. Многие из которых, так же как и в других республиках бывшего СССР, да и в России, находятся в ветхом, если не в плачевном всё-таки состоянии. Вот поэтому такая вот советская монета, посвященная не то чтобы Армении, а вот библиотеке Армении, всплыла из памяти. И вот как бы к сегодняшнему нашему событию я вам её из своих закормов достал. Ну а и остаётся верить и надеяться, что проведение Дня Библиотекаря действительно будет способствовать оздоровлению библиотечной сферы в Армении, а также крепить дружбу и сотрудничество между фондами Армении и России. Ведь культурное наследие наших стран очень сильно переплетено веками истории и дружбы. Вот такое вот у нас на сегодня событие. Ну, как бы есть немножко времени, и поскольку это всё-таки праздник, хотелось бы вспомнить на тему армянских библиотекарей и российских какие-то анекдоты, смешные случаи. Вот библиотекарь Шала убил своего мужа после того, как он на 30-ю годовщину свадьбы подарил ей сволочь книгу. Блуждая между пыльными полками, незамужняя 42-летняя библиотекарь Шалюда тоже мечтает, чтобы не старый, приятный вообще не читатель взял её на 10 дней и вернулся совершенно потрёпанной. В библиотеке скажите, у вас интересные книги есть о любви? Да, вот, пожалуйста, любовные позы. Хм, а что-нибудь более приличное? Ну вот, интеллигентные любовные позы. В читальный зал к библиотекарю подходит старшеклассница. У вас художественная литература есть? Есть. А классика есть? Есть. А перечислите мне, пожалуйста, всё, что у вас есть из классики, а то я забыл, что мне задали прочитать. Ну что ж, на этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok